МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большое спасибо. Сейчас я считаю... У меня нет звука в наушниках. Я здесь снова в Москве, буду говорить о Винах. Я приехал специально на этот салон, на Симпл Конгресс. В июле этого года я был... Звука нет, наушники. Наушники нет звука у меня. Нет звука в наушниках. И я не мог пропустить это событие. Моя сегодняшняя беседа будет посвящена влиянию критиков на покупку вина, на выбор вина. Мне бы хотелось ответить на вопросы, которые могут возникнуть в первую очередь. Почему Испания стала одним из лидеров в торговле вином? Казалось бы, рядом Франция, Италия. Но на самом деле основа, ключевая позиция испанской позиции как раз и зависит от того, что она отличается от Италии и Франции. 150 лет в Испании производят сырье для виноделия. И мы всегда были продавцами вино и вина в разлив. Одно дело продавать вино в бутылке и в марочное вино, это совсем другое дело, чем продавать вино в разлив. И на протяжении долгого времени сам бизнес по продаже вина был бизнесом продажи именно разливного вина. И потом, со временем, в 70-х годах, где-то с 70-х по 80-е годы прошлого века, как раз в это время и возникает необходимость в создании именно марки. Риоха и Херес – это отдельная история. Потому что Риоха возникла как имитация Бордо, а Херес – это вино британцев, британских торговцев. И у него был свой рынок, который был в Великобритании. И вот в 70-е годы прошлого века в Испании начинают понимать, что нужно создавать марочное вино. И возникает интерес к тому, чтобы улучшить вино и разработать технику его изготовления. И к 80-м годам в Испании происходит очень быстрая эволюция, улучшение приёмов и механизмов виноделия. Они улучшают и технологии, и концепцию виноградников, и они испытывают особое влияние американцев в этой области. И получается у них гораздо лучше, чем то, что было буквально за 30 лет до этого. Есть ещё один фактор. И я бы очень хотел поговорить о нём. Когда я выступаю в разных странах, я всегда говорю о нём. Какое испанское вино не смогло бы производиться в другой стране? Надо сказать, что у нас очень своеобразный рельеф. После Швейцарии мы страна, в которой наибольшее количество гор, разные высоты. У нас есть плоскогорья. У нас есть по-разному ориентированные виноградники на разные стороны света. И, как в Италии и в Португалии, у нас есть предпосылки в виде такого плавильного котла, в котором встречаются марки и виноградников, и лозы настоящих автохтонных сортов. И есть одна деталь. Когда мы говорим про старую лозу, то у нас в Испании какие были условия всё это время для лозы? Это очень сложные климатические условия для виноградника, очень тощие почвы. А также не было денег, чтобы этот виноградник организовать. И для того, чтобы предложить хорошее вино с терруаром, с хорошим терруаром, нужно было вложиться. И поэтому во Франции нет такой проблемы. Там существует практика содержать виноградники на протяжении многих лет, потому что там более влажный климат, и там нет больших изменений в климате. И какой-то виноградник, которому 30 лет, и виноградник, которому 80 лет, они более-менее одинаковые. Но в Испании очень мало дождей, и там очень важно, чтобы был старый виноградник, потому что корни пробираются вглубь земли, и там ищут влагу. И существует огромное количество разных ситуаций, там минеральный состав, микроорганизмы в почте и так далее. И важно, что корни в испанских виноградниках уходят глубже в поисках влаги. Это гарантирует нам эксклюзивный вкус. И в те годы, когда не идёт дождь, старый виноградник имеет больше возможности насытить растение влагой, чем новый виноградник. Итак, если у нас такие особенные почвы, если у нас самая разная ориентация, сложная ориентация виноградников, например, 85% наших виноградников сильно под влиянием антисиклона с Азорских островов. А что это значит? Это значит, что у нас 400 миллилитров влаги в год. То есть у нас есть Север-Рьохи и Галисия, и вся верхняя, северная часть страны, где там климатические условия, атлантические и галисийские виноградники, они такие с атлантической характеристикой. И вот эти природные условия, которые у нас есть в Испании, они заставляют владельца погреба постоянно понимать, какая у него почва и какой у него климат, и какое вино он может делать в этих условиях, и это будет его оригинальность. Я повторяю, это очень недавняя история наших виноградников с марочными винами. Но что касается объёмов, эта конфигурация, этот силуэт испанского вина полностью зависит от климатологических условий, потому что здесь и средиземноморское влияние, и эти 400 миллилитров в год влияют на всё. Теперь пришёл момент обратиться к тому, что важно на мировом уровне влияние критика на выбор и покупку вина. Как это происходит? Потребительское общество всегда интересовалось к тому, чтобы иметь информацию помимо рекламы, потому что в Испании вся эта реклама в автобусах, в трамвае уже в конце 19 века появляется. Но когда вино выиграло какой-нибудь конкурс и получало медаль, и эта медаль была очень важной, эта премия, эта медаль была важнее, чем любой рекламный щит или любая реклама, выставленная где угодно. Например, Маркес Рискаль ставил медаль 19 века на своих бутылках. Послушайте, у него была медаль в 19 веке, и это совершенно не котируется сейчас. Что пришло на смену? Критики и критические статьи заменили эти конкурсы. В 70-е годы как раз появляется первая такая критика, винная критика, как английская в первую очередь, и начинают развиваться американские критики, Синьи Га, например, целый ряд людей, которые начинают публиковать обзоры и свои оценки вин в разных журналах. Например, Роберт Паркер, в конце концов, он социализирует в какой-то степени эту общественность. И он сам советует в своем бюллетене какие-то вина и распространяет эту оценку. И он таким образом вызывает определенную восприимчивость к вину. Сначала он влияет на посредника, и потом он влияет на погреб, в первую очередь. Я был первым критиком, официальным критиком испанского вина в Испании. И мы вместе сотрудничали с разными журналами и газетами. И я сделал маленький путеводитель в 1983 году, который называл «Мои 101 видов лучшего вина». И я там его оценивался от одного до десяти. И мне сказали, зачем ты эту шкалу из десяти пунктов сделал. Нужно очень подробно оценивать их для того, чтобы любой читатель мог увидеть ни пункты, ни баллы, ни рейтинг, который ты сделаешь. Это такая прозаическая штука, такая невыразительная. Ты должен подробно описать вкус вина и как-то в цифры это все обращать. Это все абсурдно. Но я им сказал, что когда человек описывает хорошее вино со своими характеристиками и другое такое же хорошее вино со своими характеристиками, он должен объяснить, который из них лучше. Надо обязательно, чтобы это отражалось в цифровом эквиваленте. И поэтому я ввел шкалу от одного до десяти. Но, знаете, меньше пяти пунктов уже предполагало что-то проблематичное. И мы сейчас говорим о той эпохе, когда были плохие вина, когда были вина, в которых были дефекты, потому что дешеве вино было дефектным, нехорошим. Но это было связано с изготовлением, и потому что они хранились в огромных емкостях, потому что в Испании еще не было культуры, виноделия. И технических других характеристик, которые позволяли производить термический контроль и прочие процедуры. И в этих огромных хранилищах невозможно было поддерживать правильную температуру, при которой вино сохраняет свои качества. И таким образом получалось много дефектных вен. И когда я определял эти пункты в шкале, то я увидел, что оно очень особенным образом развивается. Например, шкала Паркера. Там же почти 90 пунктов сегодня. Это уже даже не важно. Сейчас у нас даже 95 пунктов бывает в квалификации. И то же самое с моей шкалой произошло. У меня, знаете ли, когда 90 пунктов набирает вино, это очень важный фактор, потому что на глобальном уровне в целом вино очень улучшилось. Сегодня технические отношения, которые специальные, я имею в виду, что отношения между инологами разных стран, которые работают в Калифорнии или, например, во Франции, и в Австралии и так далее, все эти отношения делают, что наше глобальное мировое вино это реальность, которая гораздо более мощный фактор влияния на мировом уровне, и тогда это все было очень относительно. И качество, оно глобализировалось благодаря этому общению. Например, вино, у которого 86-87 пунктов, это нормальное вино. Оно более плоское, конечно, но, конечно, в супермаркете продают, но и в нем всегда будет 86-87 пунктов. И я понимаю, что в нем будет не очень выразительное, в нем не будет географического наименования, но в любом случае это будет хорошее вино без дефекта. И таким образом необходимость в том, чтобы делать именно марочное вино, стала особенно острой. Раньше разные марки могли жить с процента продаж, из своей популярности, они работали на рынке и жили за счет этого. Но сейчас потребитель более неверный, потому что у него гораздо больше знаний, тех элементов, которые позволяют ему судить вино и быть в курсе того, что происходит на рынке. Ему достаточно зайти в Google, набрать название марки и посмотреть, что это. Сегодня проще иметь доступ к этой специальной информации. И поэтому конкурентность между марками и брендами, она очень сильно изменилась. И нужно быть обязательно в сети и всячески там себя рекламировать. И когда я говорю о разных путеводителях по вино, будучи основателем в 1990 году, когда я сделал это свой бюллетень, я должен сказать, что уже в 1990 году было много марочных вин. И создание новых марок умножилось во много раз с середины 80-х годов до нашего времени. И логично предполагают, что когда такое большое количество марок, нужно как-то в нём ориентироваться в этом мире, как-то их квалифицировать, оценивать. И поэтому наши путеводители так важны, и наши фонды так важны. Но какая опасность кроется в этом? В конце концов, это решает проблему для ленивых, для тех людей, у которых нет времени. Они не хотят самим разбираться, они видят, что это вино, за этим вином стоит пейзаж, есть фигуры какие-то известные, и ему особо не нужно разбираться, он голосует за это. А, отлично. А, 90, 95 пунктов. А, сколько стоит? Ну-ка, посмотрим. И тут тема взаимоотношения, качества и цены очень важна, потому что человек работает в области оценки вин и в области определения цен, и он хочет определить лучшее вино с отношением цена-качество, он заходит в базу данных моей его обыкновения или других, и он смотрит, в каком соотношении эти два компонента, какова лучшая пропорция, и благодаря интернету он может сориентироваться, в том числе и иметь доступ к базам данных. Но у нас, у критиков, был особый интерес к тому, чтобы через наши публикации в наши новые времена, когда коммуникация достигла нового уровня, появляются новые фигуры, новые люди и новые оппиньонмейкеры, которые влияют на общественное мнение, и за всем этим стоят критики. И так случается, что, например, сомелье или человек, который влияет на общественное мнение, зарабатывает не только работая в этой области, а любой погреб может его соблазнить и купить для того, чтобы он хорошо о них говорил. В этом есть огромная опасность, потому что влияние погреба может быть и производителя может быть очень большим. И у него социальные сети, и он владеет определенным языком, и он понимает, как работает рынок, и он понимает, что молодой потребитель его отлично поймет, и молодой потребитель поймет месседж, который от него исходит, честный, настоящий или купленный. И в конечном счёте все эти люди передают всем этим потребителям, будучи очень мощными, очень радостными, такими очень бурными, буйными, он имеет в виду критиков, и они могут влиять очень мощно. Они очень сильно могут передать то, что сами они пережили, и свои вкусы, и свои впечатления. Я сам это пережил. Мои друзья, Сомелье, у нас огромное знание ВИН, но главное знание мы получаем из других источников, например, из путеводителей, от других критиков, потому что мы постоянно в профессии, постоянно общаемся. А у Сомелье, у него есть только время на каникулах, чтобы путешествовать, чтобы узнать другие места, другие вина, потому что, в отличие от критика, у него меньше времени, критик имеет больше охват. в том состоянии, в котором сейчас находится общество и в других секторах, например, в кино или в других местах. Я большой любитель кино, мне нравится кино, и первое, что я делаю, поскольку кино очень много, и его гораздо больше, чем 20-30 лет назад, с ним происходит то же, что и с вино. Есть множество марок, и нужно выбирать, нужно делать свою подборку, как-то ориентироваться в этом мире, потому что я не могу увидеть все фильмы. И с фильмами происходит то же. Я читаю критические статьи о новом фильме, например, и когда вижу, что есть оценки, например, высокие оценки этого фильма, например, у нескольких критиков, я иду и смотрю этот фильм. То же самое с вино происходит. Я не претендую, чтобы вы ориентировались на Паркера и на меня, но если вы читаете одно и то же у Паркера, у меня и у Чаплина, и у других Сомеле, которые в вашей стране имеют престиж и которые ориентируют вас, это тоже может вам сгодиться. И, конечно, все очень разное. И когда мы говорим о критиках и о людях, у которых большой профессиональный опыт, все-таки там не очень большой разброс в мнениях. Если вино хорошее, все-таки у большинства будет высокая оценка, много пунктов. Редко бывает, когда один престижный критик дает 85, а другой 93 дает. Такого не бывает. Нет, это ненормально. И если со мной такое иногда случается, это, знаете ли, авария небольшая случилась. Кто главный покупатель? Это тот покупатель, у которого есть культура, потому что культуру можно почерпнуть из социальных сетей, со страниц виноделов, и на блогах критиков, и в путеводителях. И когда это происходит, начинает создаваться определенная личная манера у критиков в оценке вина. И человек оценивает соотношение цены и качества. И главный элемент здесь такой, например, меня очень интересует купить вино 88 пунктов, но которое бы стоило, например, 3 евро, 4 евро. это хорошая покупка. В целом, когда мы говорим уже о 95-94 пунктах, цена вообще не является важной. Это фактор второстепенный. Он не очень сильно определяет престиж производителя, качественно его пункты и так далее. И сегодня, на протяжении многих лет, мы, винные критики, всегда очень зависели от того, что от нас ждут, что мы будем говорить о топовых винах, о левинах о 94-95 пунктах оценки. Но говорить о великих винах, о великих винах Калифорнии, чтобы Паркер давал много пунктов и так далее. И говорить о обычном вине, которое продается в супермаркете, оно всех нас, собственно говоря, и кормит. 84-85% потребления это вино, которое по большим сетям распространяется. Так что, если раньше журналист не хотел говорить об этих винах, он считал, что это влияет на его престиж. Но сейчас престижно говорить о хороших покупках, о том, как купить хорошее выгодное вино. И многие критики умеют это делать. Они смогли работать именно с соотношением цены и качества больше, чем с высоченными оценками критиков. И я сейчас, во мне гораздо больше такого восприимчивости, чувствительности к тому, чтобы работать над тем, чтобы покупали в супермаркете то вино, которое бы соответствовало стандарту для большинства покупателей. Например, что значит большой покупатель? Это хорошее, мягкое вино, не очень полнотелое, такое мягкое вино, текстура у него такая средняя, средняя, такое, очень питкое, которое хорошо ложится во рту и одновременно было бы хорошим. И очень часто бывает, что потребитель сразу покупает еще раз это же вино, потому что оно ему понравилось. Но давайте не будем путать культуру терруара, потому что культура терруара больше для знатоков, для профессионалов для тех любителей, кто специализируется. А есть люди, которые не хотят знать о вине, они видят вино и не хотят ничего знать, они никаких заоблачных вещей не хотят знать, они хотят понять, что в их бюджет вмещается, что они могут на свои деньги купить, какое вино, которое было бы приличным за те деньги, что у них есть. И вот здесь им нужно знание, что они будут применять, знание о вине или знание о марках. Есть, знаете, есть люди, которые предпочитают одну какую-то марку и есть культура вина, когда они смотрят, кто делает, где сделано и так далее. И мы тоже инноваты, мои критики в том, что есть люди, которые любят только одну марку. Знаете, есть одна статья человека, который винодел, который живет на это, и он говорит, что вот я люблю свою семью, я люблю свой виноградник, я люблю свою землю, я люблю свою традицию. И люди не очень это читают. А они смотрят, сколько пунктов у этого вина. И в конечном счете, это мы, критики, виноваты, что те, кто делают путеводители, виноваты. И знаете, я журналист, который писал о винах, но пункты и оценки это что-то гораздо более банальное, культурно-гультурно-более, так сказать, обывательское. И я считаю, что та скорость, с которой люди начинают проявлять свой интерес к оценке и к пунктам, которые заработало вино, совершенно непропорционально тому интересу, который есть у тех людей, которые интересуются историей и всякими деталями вокруг виноделия. Так что эти простые вина важнее сейчас, чем другие. Те, которые, по крайней мере, в Испании так происходят, они улучшили своё качество. Те, которые можно купить в супермаркете, они с нижних позиций очень здорово поднялись наверх до высоких оценок. И таким образом в наших путеводителях, наши путеводители работают как термометр погоды на рынке, они начали зарабатывать пункты. Причём те, которые 85, они не сильно изменились. Они не ухудшились, но и не сильно изменились. Но те вина, которые были от 85 и до 88, они 80%, а это, кстати, 80% вина, которая производится в мире. и когда мы говорим о многих винах, вот этот промежуток между 85 и 88, он очень сильно улучшился, и до 90 они как раз вышли на уровень потребления, а вот 85, там сложнее выйти на более высокий уровень. когда я говорю 85, 84, пункт 86, что там происходит с вином? Большие погреба, большие производители, они очень озаботились качеством этих вин для того, чтобы они были как бы сказать лучше, чем тот рост цены, который предполагает их оценку. То есть они улучшились за ту же цену, и они стали подстраиваться под спрос потребителя. Например, Феликс ОТИС Амантис, который представляет самую важную марку по своим объёмам, он в каком сегменте работает? Это вин от дешёвого до среднего до средней цены и от средней до высокой, вплоть до 90-95 пунктов. Это огромный производитель, и в случае Феликса Салиса его интерес состоит в том, чтобы создать такой, знаете, на колёсах погреб на колёсах, сделать в Рибера дель Дуэру один, потом в Риохе другой, в Ла-Манче и в Аль-де-Пеннис, для того, чтобы этот рынок поспевал за вкусами, чтобы он сохранял восприимчивость к вкусам, к наименованию, географическому наименованию. И в этом смысле это влияние этих вин усиливается для того, чтобы у потребителя была ясность. Он понимает, я покупаю хорошую марку из хорошей винодельческой группы, и я знаю, что они вложатся в то производство, которое будет зависеть от той зоны, которую они выбрали для своего производства. То есть и там не будет сильной разницы во вкусе вина. Но и на чём строится аргументация в таких случаях. Вот эти 85-89 пунктов, они будут знать, что за эту цену они будут иметь всегда ровное качество и не сильные вкусовые различия в вине. Большие виноделы, большие корпорации винодельческие в мире заинтересованы в том, чтобы выстроилась хорошая пирамида. Там отлично выстроены ниши, и в эти ниши прекрасно входят определённые группы потребителей, которые экономически имеют возможности адаптироваться к той нише, которая им соответствует. Кто-то может подумать, почему большие виноделы не делают вина 95-96 пунктов, потому что в конечном счёте речь не идёт о том, чтобы выставить некое вино, в котором будет очень мощное качество, скорее им нужно покрыть больший спектр потребителей на рынке, потому что в конечном счёте, как я вам уже говорил, 85-86 процентов вина, которое потребляется, это вино, которое имеет вот это количество пунктов по шкале. и в этом смысле важно, что любят так или иначе. Люди начали понимать, что вино, которое находится в центральной части, и цена, соотношение цены и качества, там может быть интересно для того, чтобы пить с понедельника по пятницу, а оставить себе субботу и воскресенье для того, чтобы позволить себе роскошь, для того, чтобы большое вино попробовать. И это абсолютно совместимо, и можно иметь и то, и другое. И я хотел бы также сделать ещё один комментарий о тех тенденциях, которые есть сейчас на испанском рынке. Какие тенденции там наблюдаются? Есть винодельческие страны, Аргентина, Чили, США, Франция, Италия и так далее. И там все тенденции более-менее совпадают. Есть интерес к авторскому вину на уровне рынка. Это не супермаркет, конечно. Речь идёт о специализированных магазинах. И вот эти авторские вина, креативные или авторские, как мы уже говорили, и там имидж того, кто это делает, важен. и это имеет отношение к гастрономическому рынку, как шеф в гастрономическом секторе. Потом важный интерес к натуральным, к экологическому, мы бы назвали это органическое вино. Там большой интерес, в Аргентине, в Чили, даже в других странах, не таких известных. Тема натурального вина, органического вина очень здорово сейчас выстрелило. И я очень редко говорю натуральное вино, потому что это на самом деле натурально, мы его вырабатываем. Речь идет о чистом вине. Это тот, в котором ничего не добавлено, то есть они чистые, они натуральные, потому что вино по определению не натуральный продукт. Так вот, есть целая группа экологических вин, и Испании у нас есть такое преимущество про антициклоны с Азорских островов, и у нас есть средиземноморский климат, который не очень влажный, и это позволяет нам легко создавать экологические вина, и мы можем выращивать, не добавляя никаких химикатов. В этом году были шторма, и было много влаги, и это нас очень застало врасплох, потому что мы не привыкли вообще ухаживать за наградником, который получил кучу влаги. Возможно, если там во Франции они готовы к таким дождям, а мы не очень. Так вот, есть еще очень важно вино с виноградника или вино с надела земли. Мы смотрим, что существуют совершенно особые виноградники, а существует и там очень качественное вино, и там качественное географическое наименование и все дела, и там считается, что там больше и лучше вино, чем то особое вино, которое, например, можно получить с винограда, которое на наделах выращивается, и что там меньше характеристик качественных характеринах, чем виноградниках. Но это такой фактор, который учитывается при выборе вина, и критики на это тоже смотрят. И они часто работают с небольшими погребами, которым важно это различие. И есть специальные советы, регуляционные советы, они более гибкие, они местные, учитывают местные интересы, и они принимают те изменения, которые мы видим на рынке связанные с местом выращивания винограда. А есть еще городское вино, это или сельское может быть, связанное с каким-то поселением. И у нас, как вы помните, у нас есть географическое наименование, у нас есть единственный в своем роде виноградник с непризнанным наименованием, которое городское вино, потому что это из Вальдепенис, из Аро, это все вина, мы называем городское вино. И есть вино из виноградника, и вино из виноградника, и погреба, ну, вы понимаете, Гран Крю, например, это из виноградников вино. И есть виноградники, такие как Рьоха, и там речь идет о винограднике, которым надо именно производить вино из этого винограда, и ни в коем случае не добавлять вино из виноградников из других зон. И это, в общем, я заканчиваю все, что я хотела сказать о том, какова ситуация сейчас в Испании с отношением между критиком и публикой в тот момент, когда человеку нужно выработать свои собственные критерии покупки вина. И я сделала такой поверхностный обзор того, что есть в современной Испании по отношению к другим странам, так что большое спасибо за внимание. Всего вам доброго. Я не устану сегодня повторять легенды испанской винной критики. И конечно же я уже сейчас вижу, что у нас есть много вопросов. Начнем с Александра. Вот сюда, если можно. У нас не очень много времени на вопрос. Спасибо огромное за прекрасное выступление. Вопрос в следующем. 86 или 88 баллов, которые поставил господин Хосе Пенин в вину в 90-м году, когда первый вышел гид, и 86-88 баллов, которые господин Пенин поставил в 2018-м году. Это одна и та же оценка, или ваша шкала как-то поменялась внутренняя? Может быть, это более жесткая оценка, может быть, наоборот? Нет. Я думаю, что нет. Есть марки, которые стратегически придерживаются некого стиля, некоторой модели, и тогда их оценка связана с определенной ценой. Но если сделать резюме эволюции, с первого путеводителя, который был в 1990-м году, до сегодняшнего дня, тот рост и то улучшение, которое мы наблюдаем в винах, это просто потрясающе, это удивительный процесс. Есть вина, которым я давал 85 пунктов в 1990-1992-м году, а в 1992-м я давал 90 пунктов этому же вину. Вы скажете, я более снисходительный, или я такой же строгий, как раньше? Я думаю, что я такой же строгий, как раньше, но просто эволюция качества наблюдается стремительная. И я говорю сейчас про испанское, не только про испанское вино, а про мировой рынок. Конечно, есть какое-то вино, которое поменяло свое качество, но я всегда говорю о вине и, например, каком-то производителе, если все хорошо, я говорю, что все хорошо. Всем добрый день. Вопрос. Часто ли вы дегустируете вина вслепую, то есть абстрагируясь от этикетки мне всегда задают этот вопрос. Я отвечу вопросом на вопрос. Чем отличается опытный критик и человек, который недавно в вине? Что характеризует тех, кто делает вслепую, тех, кто делает глядя на этикетку дегустацию? Вино сложный продукт. Дегустация вслепую там очень много всего влияет, психологических в первую очередь факторов. Вы знаете, когда этикетка, влияет этикетка, но если ты профессионал, на тебя этикетка не влияет, это абсурд. Великие критики вина дегустируют с этикеткой, обычно с этикеткой на виновиду. Я делаю сравнительную дегустацию, иногда вслепую, как некий аттракцион, как что-то, что вызывает некий культурный шок. Но любопытно, что когда человек дегустирует вслепую, например, у него батарея стоит из пяти бутылок, он ужасно отвлекается, он начинает думать, вот это вот второй, это какая марка, а это какая марка. И нельзя сказать, что он в чистую оценивает, он не видит в чистом виде вино, и он не будет оценивать рационально. Мы уже доказали это, мы делали дегустацию слепую с теми же самыми винами и с открытой этикеткой. И в тех дегустациях, которые с этикеткой, как всегда, когда с профессионалами, такая же, всегда гораздо более регулярная, гораздо более равномерная оценка, чем когда вслепую. Потому что нужно абстрагироваться, и это умеют профессионалы. Есть еще один фактор. Дело в том, что один производитель не отличается от другого. Я производила исследование, что в разных коробках разное вино. Из одного и той же коробки могут быть разные вкусы. Не то, что оно испортилось, просто разный вкус. Это может достигать двух пунктов в оценке. Поэтому вслепую это не гарантия чистоты. Потому что если мы сравним, мы увидим, это довольно сложный процесс, но мы увидим, что с открытой этикеткой вернее. исчерпывающе достаточно. Сейчас из этой части кто-то был, нет? Вопрос. Окей, вот тогда Влад, может девушке как джентльмену. Спасибо вам большое. Муче с грацией по су-про-сунда-сен. Вы знаете, я пишу, ну вот только начинаю писать об истории вина, и вы затронули такую интересную тему культура потребителя. Я, конечно, понимаю, что исследуя различные источники, визуальные, письменные, по большей части средневековые о вине, о виноделии, о виноторговле и потреблении вина, я понимаю, что это такой многогранный предмет для обсуждения. То есть он по смыслу может быть различный в социокультурном контексте, в политическом, в экономическом. И вот для меня просто интересно, насколько сейчас актуально было бы изучать традиции виноделия, виноторговли, потребления вина, то, как они изменялись со временем, то, как это влияло на общество, и есть ли смысл сейчас этим заниматься, чем мог бы быть полезен такой человек. Вы не могли бы мне ответить, если вдруг у вас найдется что-нибудь. Спасибо. большое. Я не знаю. Я не знаю, сколько он полезен, такой человек. В последние 40 лет произошли резкие изменения в истории мирового вина. И это очень важно. Я могу об этом говорить, потому что я историк, у меня большая, обширная библиотека книг по истории вина, и я видел, что эти 40 лет там поменялся цикл от производства, от потребления такие, которые пищевое вино, которые, столовое вино, как пищевой продукт в странах производителях, до к тому, что вино стало для знатоков. И люди, я предпочитаю, чтобы 100 человек выпили 1 литр, чем 1 человек выпил 100 литров вина. То есть я считаю, что нужно так распределить потребление вина, которое бы позволило избегать пьянок, попоек прошлых веков. То, что я называю попойки бедных, потому что они напивались дешевым вином и все. История позволяет нам знать социологию вина, как оно развивалось во времени в разные века, начиная от римского, от римских времен, от Древней Греции, когда вино было социальным фактором из-за того, что в нем был спирт, содержание спирта, а не ради вкуса. Они туда запихивали фрукты, специи, так что речь не идет о Теруаре или о каком-то букете. И начиная вот с монашеской культуры, когда потребление вина начинает становиться более изысканной, и он становится пищевым продуктом. И история дает нам отражение того, как менялась важность вина, его значение. И сейчас значение вина абсолютно никак не похоже на то значение вина, которое было в прошлые времена. Сегодня, как ни в какой другой момент истории, вино чистое, пьется самое чистое вино в истории. В своем чистом виде. вопрос задать, потому что у нас тайминг, сори. Очень короткий вопрос, тогда от Влада он тянул руку. Очень короткий. Спасибо большое за интересную презентацию. Господин Пинин, скажите, пожалуйста, а вот почему так получается, что в вашем гиде максимальной оценки, я говорю 98, 99 и 100, практически всегда достаются двум категориям испанских вин, это хересы и кавы. Ага. Если можно коротко чтобы Херес по своим характеристикам не может быть плохим вино, практически невозможно сделать плохой херес, потому что ты делаешь его хорошим, потому что таковы его характеристики. А в том, что касается кавы, потому что особенно в старых выдержанных кавах, которые 10 и больше выдержки, в них такое богатство оттенков, которые делают его великим, которые, знаете, старинное шампанское тоже прекрасно. Что происходит с кавой? Что эти пункты, которые получают 2-3 из них, это некое выражение, экспрессия этого вина. Но это в большинстве своем белые вина, обратите внимание, и об этом нужно подумать. Может быть, мы находимся в такой момент истории, когда общество, как производители, так и потребители более воспримчив к белому вину. Мне кажется, что это очень интересная тенденция. И там оттенки, которые 20 лет назад не так высоко оценились. Спасибо вам большое. Также сеньор Хосапинин сегодня здесь, и у нас будет возможность сделать несколько фото и записать видосик для сториз. сеньор 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 Продолжение следует...